Девушки отдыхают Мне нравится, что здесь присутствуют настоящие классические джентльмены. Я первый раз на этой церемонии. Эта церемония не про пену, а все-таки про личности. Хотя, конечно, бывают образы про пену. Наверное, я бы сказал, что это одна из самых объективных премий, которая пытается определить, кто был наиболее значимым для общества. Это премия для тех людей, которых я уважаю. Человек года для меня это мой муж. Энергия сегодня электричная. Все говорят «элло», все говорят «медо», «медо» и «медо». Человек года – талантливый человек, который добился успеха. Который за правду готов пожертвовать многим. Лидер, который может повести за собой людей. Должна быть яркая личность. Должна быть личность, которая задела нас черта. Современный человек, потому что это современный журнал. Это должен быть герой нашего времени. Должна обладать качествами независимо от церемонии, от номинации и прочее. Вот я думаю, по этим критериям оценивают человека года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 О, многократно. Потрясающе. Я даже, кстати, хотела было надеть смокинг, а потом испужалась. Думаю, ах, не буду. Для объявления победителя в первом блоке номинации на сцену приглашается человек, который совместил с себя, казалось бы, несовместимых два понятия. Он кандидат медицинских наук и в то же время блестящий бизнесмен. Встречайте Марк Гарбер. Кандидат в какой области вот он? Я скажу проще, Марк нарколог. Поэтому в зале у него очень много друзей. Марк, вы правда нарколог? Да, Яночка. Я, правда, нарколог. Знаете, как-то мне сказал выдающийся пластический хирург Ива Паттенге, пластики и психиатры, люди, которые всегда не знают, здороваться ли за знакомыми или нет, потому что всегда рискуют выдать пациентов. У нас в дуэте с Марком выступит потрясающе красивая женщина, режиссер, актриса Ольга Доховичная, дамы и господа. Ольга, прошу вас. Вы знаете, до недавнего времени претендентом на эту номинацию был Сулейман Керимов. О, но тут случился калий в Белоруссии. Назовем так. Если бы не Батькин калий. Да, это называется старинная белорусская пословица «Не лезь поперек батьки в калий». Друзья, прямо сейчас номинанты категории «Бизнесмен года». Бизнесмен года. В номинации представлены Александр Мамут. Михаил Фридман. Юрий Мильнер. Виталий Савельев. Александр Винокуров. Я могу сказать, что я благодарю этого человека за то, что он нам вернул телевидение. И в телевидении наконец-то появились нормальные люди, нормальная жизнь. И появился какой-то горизонтальный взгляд на жизнь, когда очень большие люди становятся маленькими, ничтожными, а героями становятся обычные, хорошие, нормальные, порядочные люди. Это Александр Винокуров. Когда около полутора месяцев назад я стал догадываться, что смогу вдруг оказаться на этой сцене, несмотря на то, что вы видели номинантов, и состязаться с ними в бизнесе – это вообще-то невиданная дерзость. Догадываться я стал благодаря то ли предпринимательской смекалке, или бизнес-интуицией называть, то ли благодаря тому, что журнал GQ пригласил меня сфотографироваться в смокинге. И ребята Кремлин Раша взяли интервью. Они вдруг спросили, действительно ли вы можете считаться бизнесменом года, и не думали ли вы вот так прям отказаться от премии? Если честно, тогда отказываться от премии совсем не думал. И поэтому все оставшиеся полтора месяца придумывал какие-то причины и оправдания. Причин на самом деле две. Во-первых, мне правда очень нравилась эта премия, всегда очень хотелось ее получить. Я очень люблю журнал GQ и эту премию. И вторая причина еще вот какая. Это театр Маяковского. Маяковский – мой любимый поэт прямо с самой школы. Позвольте мне воспользоваться этим моментом, потому что, может быть, с бизнесом все еще будет хорошо, с чем-то еще будет хорошо. Но шансы прочитать буквально четыре строки из Маяковского очень коротко. Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет она. Хотите, буду безукоризненно нежным. Не мужчина, а облако в штанах. Спасибо. Спасибо вам огромное, Александр. Спасибо огромное. Что тебя удивило в уходящем году? Вообще, что тебя может удивить? Яна, ты же телеакадемик. Что тебя удивило? Меня Иван уже который год, честно говоря, удивляет. Каждые выходные. Вот эта программа «СМАК». Иван Ургант ест то, что готовят ему разные люди. Причем ест как бы с удовольствием. Но при этом вы посмотрите сюда. Не в коне овес, что называется, Иван. Почему? Вот вы едите и не поправляете. Спасибо и за сравнение, и за воспоминание. А вы, кстати, болеете за зенит. Значит, не в коне овес не очень. Давайте посмотрим, кто больше всех удивил читателей GQ в этом году. Номинация «Открытие года». 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 У всего хорошего в этой жизни должен быть продюсер. Без продюсера ничего не продюсируется. Это правда. Есть только три явления, которые не подвластны законам логики и физики. Это конвейер «АвтоВАЗа», законопроекта Петербургского законодательного собрания и конкретно персональная Анастасия Волочкова. О, да. Ну, а для всего остального есть номинация «Продюсер года». «Продюсер года». В номинации представлены Антон Златопольский, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Пётр Анура, Пётр Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вячеслав Муруга, Кирилл Серебренников, Константин Эрнст. Профессию мы выбрали сегодня лукавую, поскольку трудно найти более сложную, что ли, в описании человеческой деятельности функцию. То есть человека, который делает в кинематографе и в медиа практически всё, но, как правило, каждая из функций, которой занимаются профессионалы, значительно хуже, чем эти конкретные профессионалы. Хуже пишет сценарии, хотя работает над сценариями. Бесспорно уступает режиссёру в том, что касается площадки и вообще как бы творческого видения фильма. Конечно же, значительно хуже понимает, чем маркетологи, будущее фильма, но, тем не менее, своим риском, куражом, творческая экспертиза, интуиция, если хотите, делает всё то, чего, собственно, и мы так или иначе называем произведением на сегодняшний день аудиовизуального искусства. Поэтому давайте как бы уйдём от профессии. Так или иначе, продюсеры, я знаю только единственную премию, которую получают, это Оскар, и эта награда называется «За лучший фильм», потому что именно, не знаю, знают ли все, собравшиеся здесь в зале, приз «За лучший фильм года» получают продюсеры. Именно по вышеназванным причинам. Итак, скорее всего, «За лучший проект года» по версии журнала GQ. Конечно же, получили продюсеры фильма «Легенда 17». Никита Михалков, Антон Златопольский, Леонид Верещагин. Да, господа, честно, если бы наша сборная по хоккею в этом году сыграла бы так же, как вы сняли фильм, было бы здорово. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Я скажу коротко, совсем. Спасибо большое. И я думаю, что справедливо будет дать слово Верещагину, который на своих плечах вынес эту картину. И я еще могу сказать, что я очень счастлив, что зритель жив, и он хочет смотреть нормальное кино. Спасибо. Мы снимали кино про командную игру и делали это командой. Александр замечательно сказал о нашей профессии, поэтому я позволю себе буквально два слова про фильм. Вот он вышел на экраны, и вот такой отклик нашел в сердцах зрителя. И потом говорили, что это спортивная драма, или это патриотический фильм. И это все так. Он, естественно, патриотический, это естественно, потому что мы любим свою страну, и снимали фильм с этим чувством. Это естественно. Это, конечно же, про спорт. Но спортивные баталии лучше смотреть на стадионе. Поэтому для меня этот фильм еще о том, о тех вызовах, которые ставит перед нами жизнь, о понимании своего предназначения в жизни, о том пути, очень тяжелом, который должен пройти любой талантливый человек, чтобы достичь своей цели. И об огромном удовлетворении, когда эта цель достигнута. В зале сидят люди, которые точно знают все, что я сейчас перечислил. Поэтому фильм и о вас тоже. Спасибо, что вы сегодня здесь и разделяете с нами этот успех. Спасибо. Ну что же, следующая номинация. О людях этой профессии можно говорить много. Но прежде всего эти люди готовы ради нас с вами в любой момент сорваться к черту на рога, на Summit G20 в Стрельну, на Каннский фестиваль. Трудности их не пугают. Да, еще благодаря людям этой профессии, главное, зачем я так говорю, людям нашей профессии, иногда селебрити узнают какие-то подробности собственной жизни, которых, может быть, они раньше и не знали. Да, именно эти люди выносят балетный ссор из новой большой реконструированной избы. Итак, друзья, «Журналист года». Прошу внимания на экран. «Журналист года». В номинации представлены Главное сейчас в наше время не делать политические программы по телевидению, как один из номинантов, не писать политические заметки, как другой номинант, а заниматься бизнесом, делать, точнее, бизнес-журналистикой, делать это профессионально. Кирилл Мельников. Деловая журналистка сейчас таковая, что очень много секретов, и часто приходится раскрывать наши ньюсмейкеры, называть их нашим шпионами. Мне приятно здесь стоять, как самый знаменитый шпион сейчас в смокинге. Если серьезно, то у нас сейчас неоднозначная очень ситуация с российской журналистикой, наверное, все это понимают. И я уверен, что мои коллеги по номинации, многие из присутствующих здесь в зале, не дадут потерять нам лицо, и мы дальше будем знать обо всех тайнах, наверное. И большое спасибо редакции журнала GQ, большое спасибо читателям, большое спасибо моим друзьям. Друзья, победитель номинации «Журналист года». Ваши аплодисменты. Следующей номинацией. Человек из телевизора. Хочется уделить отдельное внимание. О, да, я, кажется, видела вашу фамилию в списке номинантов, Иван. Ты знаешь, позавчера мне пришла СМС странная ночью в два часа ночи от Михаила Идова. Вот это уже само по себе забавно. И было одно слово, поздравляю, не знаю почему. В таком случае давайте проверим, кто же у нас победитель в номинации «Лицо из зомбоящика» или как-то так. Надо говорить в 2013 году. Ян, вот ты же понимаешь, что несмотря на то, что ты тоже из телевизора, но ты со мной в этой номинации скликнулся не можешь, понимаешь? И вот здесь опять мы переходим к пункту первому. Сексизм, гендерные стереотипы. Сексизм, да, но не забывай. Да, это сексизм. Не забывай девиз журнала GQ. Нормальному мужику баба не нужна. Пубертарии всех стран соединяйтесь. Друзья, позвольте мне прервать вас и все-таки узнать, кто же побеждает, и номинирован, по крайней мере. Да, для начала номинантов надо узнать. Еще кто-нибудь. Друзья, позвольте мне прервать вас. О, какая интрига, боже мой. Какая интрига. Марианна, сделайте что-нибудь с этим напряжением, которое прямо физически ощущается. Его можно ножом резать. Не знаю, нет никакого напряжения. Я выросла на его программах. В субботу, когда я собираюсь на работу, он в телевизоре. А вот тут уже... В будние дни, когда я прихожу с работы домой, он в телевизоре. У меня вообще впечатление, что он живет в этом телевизоре. Это губерниев. Но я должна сказать, что если бы только он, победитель, чье имя вот в этом конверте, жил бы в этом телевизоре, наверное, наш бы телевизор не называли зомбоящиком. Ну что, друзья, человек из телевизора. Как вы думаете, кто же это? Крупный план сейчас. Дайте Урганта, пожалуйста. Мы должны видеть эту реакцию на эту непредсказуемую. Иван Урганта. Скупая мужская прокатилась по небридной щеке. Я хочу сказать большое спасибо руководству Первого канала, которые предложили мне это делать. Это была их идея. Я в эту идею, честно сказать, не верил. Я бы хотел огромное спасибо сказать нашим зрителям, которые, несмотря на то, что это поздно, и несмотря на то, что часто, все равно иногда смотрят. А иногда смотрят достаточно регулярно. Я хотел бы сказать огромное спасибо моей команде. Это первый мой проект как продюсера. Я никогда не делал никакие проекты самостоятельно. И всех тех людей, которых я собрал, это люди пришли отовсюду. Многие из них пришли совершенно не с телевидения. Я очень горд тем, что я с ними работаю. Я бы хотел сказать им огромное спасибо. Потому что это, на самом деле, конечно, приз коллективный. А не мой. Хотя, конечно, хранится он будет у меня. Это маленький... Я бы с удовольствием пригласил с собой выйти кого-нибудь на сцену. Но единственный, кто за... Ну ты заехал, креативный продюсер нашей программы. Сереж, выйди. Ну выйди на секунду. Сереж, спасибо огромное тебе. Конечно, неси нашим ребятам всем. Да, Иван, с вами может работать только настоящий тролль. Во всех смыслах слова тролль. Вы знаете, оскорблять Александра Цикала уже стало немодно. Марьяна Александровна, спасибо вам огромное. Лично от меня и от всех тех, кто получил награду. И мне очень приятно было находиться с вами на одной сцене, но и в одном телевизоре. В общем, конечно, тоже. Спасибо, спасибо большое. Марьяна Максимовская, Александр Анявский. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Позвольте, друзья, прямо сейчас объявить специальную номинацию сегодняшней церемонии. Аромат Гуччи Made to Measure представляет номинацию «Свой почерк» за верность уникальному образу и традициям. Дамы и господа, для объявления победителя в специальной номинации «Свой почерк» на сцену приглашается генеральный директор Procter & Gamble Prestige Россия Дейзи Грей. Спасибо. Для меня большая честь представить сегодня специальную номинацию «Свой почерк». Армад Гуччи Made to Measure был создан для мужчин с самыми высокими запросами и своим стилем. Я рада вручить эту награду именно такому человеку. Это талантливый актер и режиссер Филипп Янковский. Я так понимаю, шутить бессмысленно. О, да. Спасибо. Спасибо, Дейзи, спасибо, Филипп. Мы продолжаем, дорогие друзья. А теперь музыкальная пауза. Да, именно, Яна, музыкальная пауза. Прямо сейчас встречайте Светлана Сурганова и ее оркестр. Прошу. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Время спасения вечной души 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 Помни, не отрекаются любя Помни, не отрекаются любя Помни, не отрекаются любя Время пришло перейти нам к третьей части номинации. Пожалуйста, да? Да, и я очень хотела бы сейчас поблагодарить Театр Маяковского за этот гостеприимный дом, который он предоставил нашей церемонии. Третью порцию вручения наших наград проведут уже лауреат в номинации GQ «Музыкант года» Сергей Мазаев и потрясающей красоты и таланта актриса Анна Чиповская. Ян, объясни, пожалуйста, я как человек, не очень хорошо забирающий в английском, что означает слово, ну, как бы понятнее его определить «трендсеттер»? Да, я думаю, что вы, наверное, зная вас, подходите к вопросу несколько в кинологическом ключе. Нет, это не порода собак. Трендсеттер, если кроме шуток, то это вообще-то по-честному. Замена номинации «Дизайнер года». Дизайнеры кончились, а нужны какие-то трендсеттеры. Редакция подумала, подумала и решила, что должен быть человек, который определяет тренды. Вот таких мы и постараемся здесь наградить. Номинация «Трендсеттер года». Трендсеттер года. В номинации представлены Игорь Исаев Дмитрий Логинов Владимир Постня Степан Белокур и Сергей Екобсон Константин Римчуков Трендсеттером года для всех нас всегда был, есть и будет Константин Римчуков. Прекрасно. Главный тренд, за который я отвечаю, чтобы мне не было стыдно, это тренд любить свою семью, своих детей, свой дом, и чтобы наш дом был полон нашими друзьями. И разрешите мне пригласить сюда моих любимчиков, которые и делают меня трендсеттером. Конечно, давайте же их позовем. А пока они идут, я скажу, что много лет назад я встретился с Леной, она была молодая аспирантка, я был старше, она была хороша, я старался похудеть, ел галеты, мы были бездомные, ходили по Москве. Потом я уехал на преддипломную практику в Ашхабад и писал оттуда и письма каждый день. И один раз, когда я письмо закончил писать, выяснилось, что я написал почти стихи. Я вернусь, практика была в сентябре, и дождь пройдет, и наступит бабье лето, я не буду есть галеты и стараться похудеть, ты меня обнимешь крепко, поцелуешь, сорвешь ветку и прошепчешь нежно в ухо. Это можно обалдеть, я тебя люблю, мой милый, столько дней сказать хотела, ни при чем здесь твое тело и роскошная нога, я уже предвкушаю нашу встречу, такую желанную, искреннюю, я потеряю дар речи, а потом словно выстрелю, я люблю тебя. Это Лена. Это Варя. А это Коля. Как же замечательно выглядит эта семья, посмотрите. Поздравляем вас. Следующая номинация, вот, как мне кажется, ну, возможно, вы и смогли бы в ней победить, если бы номинировались, Иван, но вас нет в числе номинантов, и я проверяла. Спортсмен года. Да, во-первых, друзья, очень богатым выдался год спортивными событиями. Казанская универсиада, согласитесь, триумф российской науки. Да, наши студенты, между прочим, показали отличный результат. Простые студенты, простые студенты под орех разделали профессиональных спортсменов, приехавших со всего мира, замаскированных подучащихся, согласитесь. Ах, Иван, Иван, я была, я все видела, было здорово. А потом был, кстати, чемпионат по легкой атлетике, который тоже, так сказать, остался в истории парой ярких моментов. Вот это, нет, как там болт делает, в общем, не повторить на каблуках. Ну, скандал, конечно, с Еленой Исенбаевой, который был, которая сначала обидела всех геев, которые продержали закон о пропаганде, потом обидела всех своих земляков, волгоградцев. И что? Ну, больше всех, наверное, обиделись геи и волгоградцы. Давайте узнаем лауреатов, вернее, пока что номинантов. Давайте. Спортсмен года. Спортсмен года, пожалуйста. Спортсмен года. В номинации представлены... Это Антон Шипулин. Друзья, Антона нету, и поэтому сейчас давайте посмотрим на видеообращение Антона. Пожалуйста, Антон. Кто почувствовал на себе дуло винтовки? Привет всем читателям журнала GQ. Очень приятно, что эту награду привезли мне именно сюда, на сбор в Сочи. Конечно, для меня было неожиданностью выиграть в этой номинации, но для меня это новый успех. И я постараюсь радовать вас еще больше, чтобы на следующий год быть с вами вместе в студии и получить эту награду еще раз. Спасибо всем тем, кто голосовали за меня. Я очень рад. Конечно, голосовали, биатлонист. Они не промахиваются, эти ребята. Спасибо. Ну что же, следующая номинация. Вот эта номинация всеми любима, мне кажется. Ян. Ох, да. Особенно сейчас. Номинация «Ресторатор года». Так давайте же посмотрим, кто в этой номинации заявлен. Номинация «Ресторатор года». Ресторатор года. Ресторатор года. Сергей Ярошенко. Спасибо всем. Всем присутствующим. Спасибо всем читателям, всем гостям ресторана, всем, кто за меня голосовал. Дело в том, что когда я строил свою честную кухню, было потрачено много сил, времени. Надеюсь, что-то получилось и будет дальше оцениваться по достоинству. И еще раз большое спасибо всей моей семье, супруге, детям за понимание и терпение. Спасибо всем. Спасибо огромное. «Ресторатор года», дамы и господа. Спасибо. Удачи вам. Ну что же, Анна, Сергей, спасибо и вам. Друзья, поаплодируйте, Анна Чаповская, Сергей Мазаев. Друзья, ну а сейчас мы хотим попросить вас встретить аплодисментами прекрасных дам, которые в разные годы удоставили звание «Женщина года». Я боюсь ошибиться, но, как мне кажется, они впервые на сцене в таком составе. Встречайте, Ингиборга Добкунайте и Рената Литвинова. В этом году, 19 мая, умер Леша Балабанов. Он как-то сказал, я не знаю, хороший я человек или плохой, не мне судить. Умру, узнаю. Мы любить умеем только мертвых, а живых мы любим неумело, приблизительно. Даже близость нас не учит. Долгая разлука нас не учит. Тяжкие болезни нас не учат. Старость нас не учит. Только смерть научит. Уж она-то профессионал в любовном деле. Просто ни в одном страшном сне я не могла бы представить, что я буду говорить о Леше в прошедшем времени. Хотя он так часто просил о смерти. Я не видела Лешу мертвым, но я его видела разным. Но я никогда его не видела дурным человеком. Это был по-настоящему лесковский просветленный такой персонаж. Практически, ну, в прекрасном смысле, блаженный. Абсолютно нематериальный. По-детски наивный, добрый. И о его нематериальности можно просто какие-то слагать легенды. Потому что сначала от него отпадали какие-то красивые вещи. Потом у него пропала машина. Потом от него отпадали гонорары. Ему ничего не было нужно. Он говорил, что если мне будет что-то нужно, то Сережа мне даст денег. Я имею в виду Сильянова. Он мог... Десятилетиями он носил эту свою шапочку, тельняшку. И таких, конечно, режиссеров, держимых, совестливых, честных, мне кажется, уже никогда не будет. Он один из последних великих, скажем так. И в свой последний день он мне позвонил. И он сказал... Так, Литвинова, я тебя люблю. Давай снимем этот фильм. Я знаю, что... И тебе, Ингеборгу, он звонил с такими словами. Я знала, что когда был жив Леша, он всегда придумал свой новый фильм. И всегда у него была приготовлена роль. Для меня и для тебя. Ему никто не был нужен, только его кино. И чтобы была Надя, обязательно. И чтобы были дети, родители, бабушки, дедушки, которые бы заполняли вот эту его квартиру, лабиринт. И вот чтобы было его кино. И вот сейчас... Все, его больше нету, никогда не будет. Все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Другой год случился в моей жизни Спасибо вам Спасибо GQ Спасибо огромное Хочется закончить наш сегодняшний вечер Словами начальника камбанджийской тюрьмы Сказанных Сергею Полонскому До скорой встречи, друзья Увидимся Пока Это была церемония GQ Спасибо Спасибо большое GQ Человек года Яна Чурикова И Урган Спасибо Иван Урган До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok